Здравствуйте! Это «Право на маму». Наша программа о детях-сиротах Самарской области, часто с инвалидностью, часто подростках, часто так называемых паровозиках, о братьях и сёстрах. Мы помогаем искать им семью, потому что без нашей помощи шансов стать мамиными и папиными у них практически нет. В нашей программе 9 лет. Мы точно знаем ответы на два вопроса. Может ли чужой маленький ребенок-инвалид стать родным? Да, может. Может ли чужой взрослый ребенок стать родным? Да, может. Может ли чужой взрослый ребенок-инвалид стать родным? Нам очень хочется надеяться, что да. Чем она отличается от простых детей? Да ничем. Просто тем, что она лежит, не может встать, не может сказать. Вот, постучи, постучи, чтоб провалилась. Вот так вот мы научились, обязательно должна упасть фигурка туда. Она ничем не отличается от простых детей. Это Иришка. С ней мы познакомились в марте прошлого года. Иришка живет в пансионате для детей-инвалидов в отделении милосердия. Когда мы впервые увидели эту девочку, она сразу покорила нас своей красотой и не по-детски умными глазами. Мы рассказали об Иришке в социальных сетях. И на нас вышел волонтер Сергей из Москвы. Он стал для девочки персональным добрым волшебником и нашел для нее няню Лену, которая все это время ходит к Ире каждый день. С тех пор, как они познакомились, Иришка и Лена не представляют жизни друг без друга. Ну такая жизнерадостная девочка, она все время улыбается. Единственное, когда я уходила, сначала она плакала. Она плакала в палате, а я плакала за дверью. Потом мы с ней начали договариваться, что я приду обязательно завтра. Она понимает, что я приду завтра. И все, и махала ручкой. Пока-пока. Когда у Иришки появилась няня, и она поняла, что есть человек, которому она нужна, жизнь девочки полностью изменилась. В нее будто добавили разноцветных красок. Из маленькой затворницы, проводившей все время лежа в кровати, Иришка стала очень деловой. У нее и занятия, и игры, и чтение сказок, и прогулки на свежем воздухе. Мы стали гулять на улице, да? Мы летом вообще гуляли, и утром гуляли, и вечером гуляли. Она стала вообще больше смеяться, то есть впечатлений масса. Вот эта ручка у нее вообще почти не разжималась. А сейчас вон она у нее берет хорошо, она разжимает у нее хорошо, берет пирамидку, собирает. Пока шла съемка, Ира не могла наглядеться в камеру. Ей она показалась очень интересной, и открыто улыбалась нашему оператору Коле. Интересно. Да. А самолет Коле, который пускал, смеялись, смеялись. Делали простые бумажные самолетики, которые мы можем взять в ручку, да, и тоже их запустить. Ну-ка запускай, запускай. Апа! Иришка любит внимание, и ей нравится, когда с ней занимаются. То, что нужно делать руками, у нее самые любимые игры. А еще она может по полчаса заниматься сама, нанизывать колечки, складывать шарики в кружку, раскладывать кубики. Она может объясняться жестами, что она хочет. Вот она поиграла в эту игру, машет головой, все, я устала, и тянется на стол. Давай какую-нибудь другую позанимаемся игру. Вот, когда на улице жарко было пить, пить глазами, скорее всего. Ну, я понимаю ее. Иришка может похвастаться не только умом, но и физическим развитием. Мы уже говорили, что у нее разжалась ручка. Благотворительный фонд оплачивает Ире массажиста. Она многого сможет добиться, но для этого ей просто необходимо понимать, что она не одна. Вы знаете, я много думала, есть можно женщина, у которой нет вообще своих детей, да, женщина в возрасте, которая вот Иришка подарит, можно сказать, ну, все свое тепло, да, или наоборот, мама, у которой есть уже дети, и которые будут помогать ей вместе с Иришкой, помогать, воспитывать Иришку. Ведь она любит, когда с ней занимаются, когда ей внимание уделяют, да? Не могу говорить, у меня... Только рядом с сильной мамой, и мы очень надеемся, что сейчас она смотрит этот сюжет, Ира по-настоящему станет счастливой. Сереженька еще совсем маленький. В феврале ему исполнится годик. И у него, конечно же, все еще впереди. Особенно, если он станет маминым и папиным. Сереженьке в феврале исполнится годик. И он, наверное, давно бы мог стать маминым и папиным, но оказался заложником законодательства и выжидательной позиции кандидатов в приемные родители. Первое знакомство потенциальных опекунов с малышом состоялось еще в апреле прошлого года. Тогда малышу было всего два месяца. Сережа понравился кандидатам. Они подписали согласие и заняли выжидательную позицию. Пусть дом ребенка сейчас пореабилитирует его, и если произойдет чудо, мы его заберем. Но чудо не произошло. Сережа приобрел новые навыки, но, наверное, не те, которые ожидали люди. Первый курс массажа, который он проходил, дали свои позитивные результаты. Ребенок сильно изменился. Сейчас начали второй курс комплексного массажа, и мы тоже видим, как бы, понятно, что он устает, когда его приводят, когда массаж заканчивается. Но мы видим позитивные результаты. Ладошка начала раскрываться. Тогда, через три месяца, первые кандидаты написали отказ. И Сережа вновь стал свободен. Но и вторая семья, которая пришла на знакомство с малышом, заняла такую же позицию. И, подождав также три месяца, написала отказ. Так прошли драгоценные для Сережи восемь месяцев жизни, за которые он мог бы стать чьим-то сыном, кто не ждал бы чуда от госучреждения и малыша-сироты, а сам стал это чудо творить. Потенциал у Сережи, конечно, есть, но он будет маленькими шажками идти вперед. Не так быстро, как все дети, но все-таки по сравнению с тем, что было, когда он поступил в дом ребенка, и то, что мы сейчас видим, это две большие разницы. Он научился раскрывать ладошку. Он научился тянуться к игрушкам, которые низко висят над грудью. Он иногда по настроению их захватывает и рассматривает. Он научился держать в ладошке вложенную игрушку. Самое важное для Сережи, по словам воспитателей, а поговорить и тактильный контакт. Где наш Сереженька? Где наш Сереженька? Где наш Сережа? Да. Всегда готов погулить. То есть гуление – это, наверное, первое, что бросается ярко в глаза при общении с этим ребенком. Сережа радует воспитателей своим хорошим аппетитом и новыми умелками. Когда его при поддержке ставишь на твердую поверхность, он начинает потихоньку присаживаться и усилием воли вставать. Это тоже большое достижение, потому что еще пару месяцев назад Сергей этого делать не умел. Ну, еще раз приседем с тобой. Сереж, давай, 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 давай. Самостоятельно, умница. Еще немножко, еще, еще, еще. Вот младчина. Но самое главное, отличительная черта Сережи – это его веселый нрав. Скажите, что ты к Наташке сейчас меня пошикотит немножко. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе. Этот его задорный смех – отличительная черта малыша. Он улыбается, гулит и смеется. И именно смехом обращает на себя внимание взрослых. Улыбается он очень хорошо. По настроению у нас еще и разговаривает очень хорошо. И воспитатели уверены, что у него есть потенциал. И если не чудо, то точно скачок в развитии могут произойти именно в семье. Вместе с мамой и папой. Мама, я звоню, скажи. Вы слышите меня, мама? Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Посмотрите на этого кроху. У него еще так много времени впереди, чтобы встать на ножки твердо и сделать свои первые шаги, держа за руку самого родного человека – маму. Это была программа «Право на маму». До встречи на телеканале «Самаргиз». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова